Появление новых штаммов это не сенсация для нерабочных, это совершенно ожидаемый естественный процесс, и так подпекает буквально все вирусные инфекции. Естественно, к этим новым штаммам должно быть внимание очень пристальное, они должны, и свойства их, должны очень хорошо и быстро изучаться, чтобы иметь представление, с чем они делали в очередной раз. Отличие недавно в том, что вот если предыдущий вирус, предыдущий штамм, известный нам мутантный, Дельта, он от исходного нулевого варианта отличался тем, что имел свою трансмиссивность, способность заражать, передаваться от человека в 4 раза выше исходного варианта, и имел, давал большую нагрузку на организм, давал большее число осложнений и тяжелых форм, то амикрон, он распространяется еще в 4 раза быстрее, то есть уже такая прогрессия этого свойства, а его патогенность и способность давать тяжелые формы на самом деле ниже, действительно ниже. Это отрасровать не должно, потому что значительный рост числа заболевших будет все равно давать определенный процент, и учитывая, что у нас в среднем населении значительное число людей пожилых, возрастных, имеющих хронические заболевания, тот же диабет, или вот особенно онкология тоже, то попадая в семью, там где формируется семейный очаг, если раньше можно было рассчитывать, что может быть не в сечении семьи заболели, то сейчас практика это подтверждает. При формировании очага семейного болезни заболеваемость 100%. Ну и если у нас много пожилых больных расслабленных, то среди них можно ожидать все равно, пускать на омикрон тяжелых форм. По омикрону самое главное, что мы должны знать, защититься от него крайне сложно. Трансмиссивность очень высокая, он как радиация по своей проникающей способности, условно можно так сказать. Масочный режим, все эти мероприятия по дистанционной и другие вещи, направленные на противно-дистанционную страницу, они от этого еще актуальнее становятся, еще осторожнее население, там все нужно это соблюдать. Уже штамм дельта это проявил, а омикрон это просто дальнейшее развитие этой тенденции. Растет число бессимптомных форм, растет число бессимптомных и малосимптомных форм, бестемпературных, бескошливых, без, соответственно, поражения, существенного поражения нижних дыхательных путей, то есть неоких. Обоняние может не утрачиваться совершенно и не меняться, обоняние вкусовое ощущение. И практически здоровый человек, который себя чувствует как всегда, у нас в таких случаях уже растет уже статистика. Анализ был появлен. Другий западный анализ выявляет, и это уже диагностика заболевания. Поэтому ориентироваться на какие-то симптомы, если симптомы появились, лихорадка, пускай даже умеренная, какие-то кашель, зло, зло, снос и так далее, это повод сразу и немедленно обращаться к медицинской помощи. А отсутствие симптомов или малой выявленности не является признаком таким. Самое главное знать, был контакт или нет. Ну а если мы находимся на улице, работаем в коллективе, перемещаемся среди населения, то будьте уверены, вы контактируете, каждый из вас. Вакцинация защищает от развития болезней. То есть в организм попадает, в человеческий организм попадает вирус, но он сталкивается с подготовленной иммунной системой, с наличием серьезного типа антитела. И вирус, он уступает в этой любви, с этими телами. Человек переносит, наиболее часто переносит в легкой бессимптомной форме. Собственно говоря, это даже не болезнь, а кроковерное насилиество, которое большинство, 20 миллионов, даже не ощущает. И если заболевание все-таки развивается, то оно в легкой форме протекает. Человек, получается, защищен не от заражения, а от тяжелой формы болезни. И вот я вам скажу, коллеги, мы имеем ежедневную информацию. Умерший в республике, и сейчас обязательно идет указание по факту наступления смерти в госпитале, в едином случае на дому, человек был вакцинирован или нет. Я вижу, что это за 10 год ежедневно, и я вижу, что практически всегда, когда наступила смерть, имеется указание не вакцинирован. Продолжение следует...